Ноэль В честь рождения Христа И на небе всеобщая радость была Ноэль, Ноэль, Ноэль Ныне родился Иисус Царь Царей Ноэль, Ноэль, Ноэль Ныне родился Иисус Царь Царей Из далекой страны шли втроем мудрецы Шли они за сияньем той самой звезды И младенца найдя Поклонились Ему И дары поднесли Иисус Царю Ноэль, 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 Ноэль Ныне родился Иисус Царь Царей Ноэль, 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 Ноэль Ныне родился Иисус Царей Ноэль, Ноэль, Ноэль Ныне родился Иисус Царь Царей Ноэль, 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 Ноэль Ныне родился Иисус Царь Царей Ноэль, 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 Ноэль Ныне родился Иисус Царей В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле и пошли все записываться каждый в свой город пошел также Иосиф из Галилеи из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем потому что он был из дома и рода Давидова записаться с Марией, обрученную ему женою, которая была беременна когда же они были там, наступило время родить ей и родила сына своего, первенца, и спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице в той стране были на поле пастухи которые содержали ночную стражу у стада своего вдруг предстал им ангел Господень и слава Господня осияла их и убоялись они страхом великим и сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость которая будет всем людям ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель который есть Христос Господь и вот вам знак вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях и внезапно явилась ангелом многочисленное воинство небесное славящее Бога и взывающее слава вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение Аллилуйя! Восплещи Господу Слава тебе наш Господь! Слава тебе наш Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Truly He taught us to love one another His law is love and His gospel is peace Chains shall He break for the slave is our brother And in His name all oppression shall cease Sweet hymns of joy in grateful chorus raise We let all our hearts we praise His holy name Christ is the Lord Let forever praise His power and glory evermore proclaim Fall of your knees All hear the anthem voices O night divine O night where Christ was born O night divine 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 Как нас, как нас, о, Ваши любви. Рождён, Спаситель рождён, Радость нам принёс мир и полноту. Рождён, Спаситель рождён, И мы поём хвалу Богу нашему. Радуйся мир, Христос зови, Прославь Его земля. Тебе Сам Господь спасение даёт, И радость будет в нём, И радость будет в нём, Рождён, Спаситель рождён, Радость нам принёс мир и полноту. Рождён, Спаситель рождён, И мы поём хвалу Богу нашему. Рождён, Спаситель рождён, 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 Рождён, Спас realistically Малая, меня вся свистерия. 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 веры нашей. Знаете, Он есть тот, который есть совершитель нашей веры. Он не просто совершитель своей веры, Он есть совершитель твоей веры. Если ты сегодня нуждаешься, то Он совершил все для того, чтобы ты просто мог поверить и жить в этой благодати. Поэтому я просто благословляю вас именем Господа Иисуса Христа. Да благословит вас Господь, чтобы каждый из нас мы могли возрастать в благодати Божией. Аминь. Можете присесть. И хотя бы в этом будет подчеркнуто, что мы служим стоя, а вы сидите. Чудесный праздник. Праздник действительно радостный. Не о многом в Писании написано, чтобы ангелы возвещали людям, чтобы они радовались. Не так часто ангелы приходили к Марии, сказал радость благодатная. И вот, когда уже пастухи, уже не Мария, а говорится, возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Евреи, когда читали обетование о Мессии, они думали, что только им. И когда они читали пророка Исаию, его владенец родился нам, сын дан нам, они думали, это нам, это евреям родится сын, но он родился нам. Всем нам. И поэтому это слово стоит, ибо младенец родился нам, для нас рожден Христос. И это чудесное событие. И знаете, когда-то, в четвертом веке, наконец-то христианство стало обладать уже странами, и христиане собрались вместе и говорят, слушайте, это не гоже, что праздников христианских нет. А давайте будем отмечать. А говорят, а вот в государстве здесь праздник солнца празднуют. Отменим праздник солнца. И давайте будем славить Иисуса. И знаете, что произошло? Прошли столетия. И весь мир 25 декабря поет. Христос родился на землю, и никому даже и в ум не приходит вспомнить о празднике солнца. И слава Богу, и только христиане некоторые начинают копаться в истории и пытаются воскресить. Чего воскрешать? Отобран день от славы дьяволу, и дан славе Божией, и этим надо радоваться и веселиться. Тьма побеждена, свет воцарился. Слава Богу! Аллилуйя! И если бы правительство нашей страны сегодня приняло решение, отменяем Хэллоуин и будем праздновать день исцеления Вартимея, когда он открылся у него глаза, и пускай мы не знаем дня, в какой это произошло, это не важно, ну как здорово, если бы это праздник был, день открытия слепых глаз. Слава Богу! Наш Иисус пришел на землю для нас с вами. Праздники, которые связаны с Иисусом Христом, это наши праздники. Нам действительно нет части в израильских праздниках. Когда выводили их из Египта, Бог, язычников он не выводил из Египта, когда они 40 лет ходили вокруг горы и стояли в кущах, язычники не спали в кущах, но все, что связано со Христом, оно объединило нас с израильским народом, но это наш спаситель. И знаете, мне хотелось бы сказать, как Павел в 1 Коринфянам в 15 главе, он говорит о воскресении и говорит, но если бы Христос не воскрес, то вера наша тщетна. А я хотел бы сказать, если бы Христос не пришел на землю, то вера наша тщетна. Никаких обетований, ничего нет. Но он пришел на землю и ангелы сказали, что они возвещают нам великую радость. И в Исаии здесь сказано в 7 стихе 9 главе умножение владычества его и мира нет предела. Ни оно не прекратилось. Умножение владычества Божие не прекратилось. Его нет предела. И в наше время владычество Божие оно усиливается. И я поздравляю вас с тем, что владычество Божие и мир Божий усиливается в нашей жизни. Да благословит вас Господь. Аллилуйя. Действительно, какая великая радость. Мы живем в самом прекрасном веке, мы живем в самом прекрасном времени. И я продолжу то же самое, что дед Сережа только что прочитал в Исаии, что ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. И Исаия, писав это, только ожидал, только ждал, что сын дан нам, но он только говорил это пророчеством. Но мы, те люди, которые уже можем пожинать это, действительно эту радость, заметьте, что имя ему чудный советник, он родился для нас, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Это действительно дает нам фундамент, на чем радоваться. Не смотрите вокруг, что как, куда что идет, но знайте, что мы живем веки, где уже мы пожинаем этот плод, что пришел этот сын, из-за этого сына, как уже было сказано, у нас есть будущее, у нас есть, куда мы идем, у нас есть эта победа, потому что сын рожден для нас. Иисус Христос действительно пришел и родился. Не тратьте это время в какой-то грустности или в какой-то занятости, просто возьмите действительно особенный этот момент, момент Рождества, когда мы можем вспомнить, как мы вспоминаем в Пасху и вновь и вновь, но сейчас, во время Рождества, просто не дайте, не дайте ничему расстроить вас, не дайте ничему забрать у вас радость, потому что эта радость никто не может забрать. Заберет нас смерть, но у нас есть будущее. Эту радость никто не может забрать. С Рождеством Христовым Церковь. Доброе утро. Я хочу прочитать послание Иоанна в первой главе. В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Что уникально за Иоанна, что все другие Евангелия начинаются, например, от Фея и начинаются с Родословия. Лука начинает с исторических событий. Марк сразу идет, чудеса. Но Иоанн что-то такое заметил, что я знаю, что я тоже очень часто пропускал. Перед тем, как Он был Иисус, Он был Словом. Видите, мы Его знаем, Иисус, потому что Иисус значит Спаситель. Господь спасает. А Он был до этого. И уникальность того, что случилось во время Рождества, это не то, что две тысячи лет Он пришел на землю и написано, Бог стал плоден. Я прочитаю дальше, потому что Слово Божие много лучше объясняет само себя. Оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя Ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. Он был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который посвящает всякого человека, приходящего в мир. В мире был и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к Своим, и Свои не приняли Его. Я хочу вот это здесь заострить внимание. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного Отца. Я хочу заострить внимание, что это не просто Слово, которое было от начала и стало плотью. То есть Бог стал с нами, как написано, что Он, Он может сострадать с нами. Но я скажу, что здесь что-то другое. Здесь человек стал частью Божества. Вы знаете, что сейчас Одесную Отца, Иисус, Он в телесном форме, Он в теле. Что Он сделал? Он здесь пришел, одел тело и стал с нами. Вы знаете, я это хочу сказать не просто, чтобы как бы упразднить Иисуса, но знаете, что Иисус, Он переживал, Он голодный был, Он пить хотел. Вы знаете, что сейчас Троицы Божества Ему приходилось ходить в туалет. Вы представьте это. Я не могу осознать настоящее, что это пример такой. У нас аквариум, и детки подходят и видят рыбки друг друга едят. И я говорю, вот представьте, я вас сделаю рыбкой, и у вас есть шанс спасти их деткам. Ну, никто не захочет. А потом я им скажу, а представьте, что вы навеки вечно останетесь этой рыбкой. Иисус часть Троицы пришел и стал частью человечества и остался сейчас, одесную. Вот это праздник, потому что сейчас Он сострадает со мною, и я имею доступ быть частью Божества. Так что, поздравляю вас, церковь, что вы теперь не просто люди когда-то, а теперь святое священство. Люди, взятые в удел, имеем доступ к Богу. Аминь. Аллилуйя. Давайте мы прочитаем от Матфея. Написано «Се Дева в очреве примет и родит Сына и нарекут Ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Вы знаете, явление Иисуса это говорило о Его верности, о Его любви, о Его великом желании иметь общение и отношение с нами. Мы не могли к Нему прийти, но Он пришел к нам. И Эммануил, это было Его имя, что значит с нами Бог. И в этот день я хочу, чтобы каждый из нас мы еще раз осознали, что с нами Бог. И чтобы мы не проходили в этой жизни, чтобы мы не, что бы не встречало нас, мы должны всегда знать, что с нами Бог. Эммануил, Он пришел к нам, что значит с нами Бог. И мы говорили, Олег говорил до этого, что здесь написано, что о тем, кто приняли Его, Он дал власть называться детьми. Иисус, это была та дверь, которая открыла нам доступ. Не просто иметь спасение от чего-то, но быть детьми Его. Опять говорит о отношениях, о этом общении. И я хочу поощрить каждого на этом месте, чтобы мы воспользовались самым великим подарком, который можно было дать. Это была жертва Иисуса Христа, через которую мы получили доступ входить в Его Святой и Святых и иметь общение с Ним. И я хочу прочитать еще одно место к Титу. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога? Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками. Через Иисуса Христа ты и я мы соделались наследниками вечной жизни. Мы приняли власть называться детьми Божьими. И Он явился нам, что значит с нами Бог. Это такая радость, это знаете, осознавать тот подарок, который мы приняли через Иисуса Христа. Это доступ в эти отношения с Ним. Это самое великое, что мы можем иметь. И я хочу поощрить вас, чтобы каждый из нас на этом месте мы воспользовались этим подарком. Аминь. Я так люблю Рождество. Я люблю Иисуса. Я верю, вы тоже любите. Аллилуйя. Это прекрасный праздник. Праздник не только, о котором мы говорим, ну, был праздник. Прошел праздник и все, и забыли о нем. Это не из той категории праздников. Это тот праздник, который был, есть и пребывает, о котором мы будем говорить всю вечность, о том, что Он сделал. Пред Ним будет преклониться каждое колено, и все скажут, Иисус, Ты истинный Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Конечно, мы живем в прекрасной стране, где люди умеют праздновать, где люди умеют как-то по-особенному этот день украшать, как-то делать его особенным. Много подарков дарится в эти... Кстати, это то время, когда всем магазинам самая хорошая выручка. все кто-то что-то покупает. Даже тот, кто не понимает, для чего это делает, но все равно все делают и Он делает. Но на самом деле, самый большой подарок это Сам Бог дал нам Своего Сына. Евангелие от Иоанна написано так, 8 глава, 42 стих. Иисус сказал им, «Если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня». Аллилуйя! Иисус сказал, «Если любите Бога», это были Израиль, это были евреи, которые знали, о чем идет речь, Он им сказал, «Если вы любили бы Бога, любили бы и Меня, потому что Я от Него и шел и пришел». Аллилуйя! Аллилуйя! Я хочу каждого из нас сейчас поощрить, прославить имя Его, возвеличить Его. Да, сегодня много идет разных дебатов по тому, как мог родиться через Деву, как мог прийти он, как это вообще возможно было совершиться. Друзья, если Бог из простой глины создал человека, неужели тот же самый всемогущий Бог не мог вложить свое семя, семя Духа Святого в утробы Девы, чтобы родился Спаситель для всех людей. Это факт, который произошел, который мы сегодня просто утверждаем каждый раз, когда мы говорим, что Иисус рожден, Царь рожден, Царь, Которого мы любим. Мы повинуемся Ему не из-за страха, а из-за любви. И мы слушаемся Его, потому что любим Его. Аллилуйя! Давайте мы встанем. Открой сегодня свое сердце. Поблагодари Бога за то, что Он дал такую привилегию и честь тебе и мне, будучи рожденным от Бога, иметь обетование всемогущего для вечной жизни, для вечной радости. Здесь временно, здесь проходящее, но там, когда мы переходим из смертного в вечное, там не прекращается радость. Здесь мы переживаем трудности, но там никаких трудностей. Здесь мы проходим разные обстоятельства, но там их не будет, потому что Сам Бог по Своей великой любви и милости даровал нам Сына Своего Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него никогда не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя, Отец, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, всемогущий Бог наш, за величие Твое и любовь Твою, которую Ты возлюбил нас, возлюбил весь мир. Аллилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Бог всемогущий, за Сына Твоего Иисуса Христа, которого Ты дал нам, чтобы мы поверили в Него, чтобы мы приняли Его, чтобы мы влюбились в Него, чтобы мы могли жить им, Аллилуйя! Чтобы мы имели вечную жизнь через Него. Мы славим Тебя, Отец наш, наш Бог. Аллилуйя! Аминь! Хочу я быть ближе к Тебе, пусть неба реальность устанет во мне. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторя, Аллилуйя! Святый, святый, всемогущий, Ты велик! Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, Ты велик! Хочу я быть ближе, ближе к Тебе, пусть неба реальностью станет во мне. Хочу я услышать песни небес, где ангелы вторя, аллилуйя! Святый, 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 могущие и велик! Кто достоин, кто сравнится с Тобою, Царь наш, ты велик! Аллилуйя! святый, 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 всемогущий, ты велик! Кто достоин, кто сравнится с Тобою, царь нас, ты велик! грустый, кто у Что устоят мы сможем Перед Твоей славой всем могуще Святый Бог, Святый Бог, Святый Бог Аллилуйя, Святый, Святый, Святый Кто достоин, кто сравнися С тобою, Царь наш, Ты велик Аллилуйя, Святый, Святый, Святый Всем могуще, Ты велик Кто достоин, кто сравнися С тобою, Царь наш, Ты велик Ты велик Пред Ним трепещут горы И враг и смерти жив Госпасение моего Ты скала ищи Нет никого на свете Кто устоят мы сможем Перед Твоей славой всем могуще Святый Бог, Святый Бог, Святый Бог Святый Бог, Святый Бог, Святый Бог Аллилуйя, Святый, Святый Всем могуще, Ты велик Кто достоин, кто сравнися С тобою, Царь наш, Ты велик Аллилуйя, Святый, Святый Всем могуще, Ты велик Кто достоин, кто сравнися С тобою, Царь наш, Ты велик Ты велик, Господь наш, Ты велик Превыше всех поков, Превыше всех саней, Ты превыше Ты велик, Ты велик, Бог наш, Мы поклоняемся С тобою, Мы поклоняемся С тобою Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя